Снимаем приспособление для резки кирпича, шамотного и простого. Состоит из вертикальной стойки, болгарки, укрепленной на штанге по принципу маятниковой пилы. Для того, чтобы система была сбалансированной, применяется противовес. В качестве противовеса используются два кирпича, скрученных между собой на шпильку. Показ конструкции будем производить методом деконструкции. Начнем сначала с демонстрации работоспособности, а затем начнем разбирать и показывать, как устроены те или иные узлы. Болгарку я включаю через специально сделанный мной удлинитель с диммером для регулировки оборотов, но в качестве внешнего переключателя можно применить любой пакетник превосходящей мощности болгарки потребляемой. Данное приспособление я использовал для строительства вот такого вот небольшого печного комплекса, который состоит из маленькой плиты, большой плиты под казан, а нашу там дыр. В проекте используются и арки, и полукруглая кладка, и больше всего это приспособление помогало мне при футировке внутренней поверхности тандыра. Особенностью конструкции является применение двух координатного столика, который сделан на направляющих от компьютера. Столик может перемещаться в продольном направлении и в поперечном направлении, что обеспечивает безопасный и точный рез. Начинаем с самого простого, параллельная резка кирпича. Принципиально для правильной отрезки достаточно одной метки сверху. Сдвигаем, фиксируем стол, включаем аппарат. Получаем кирпич, отрезанный по размеру. Частой задачей является резка кирпича под углом. Задача решается также очень просто. Наметили необходимый угол. С обратной стороны необходимо провести вертикальную линию. На рабочем столе образуются направляющие линии от пропилов. Соответственно, один край кирпича устанавливаем против диска, противоположный край по нижней линии пропила устанавливаем в необходимую позицию. При необходимости резки большого количества кирпичей под одним и тем же углом переставляем параллельный упор с помощью шурупов и шурупов в необходимую, опять же, позицию. Используем. Субтитры сделал DimaTorzok Часто необходимо бывает сделать косой рез, например при устройстве арки Можно это сделать с помощью фиксированного приспособления Если нужно порезать много кирпичей, закрепить на рабочем столе с помощью шурупов соответствующие упоры Но если это нужно сделать в индивидуальном порядке, то можно поступить проще Делаем разметку С одной стороны подкладываем клин Упираем в параллельный упор Упираем в параллельный упор Важное условие располагаем приспособление по ветру Таким образом в лицо и на оператора ничего не летит И работа получается безопасная и комфортная Достаточно часто необходимо сделать подрезку кирпича в четверть Устройство напоминает маятниковую пилу И регулируется по высоте В большом диапазоне Фиксируется высота с помощью шурупов Я не стал делать какое-то сложное приспособление для быстрой установки высоты пиления Если хотите, сделайте сами В Продолжение следует... Фиксируется в таком исполнении пила сделает пропил необходимой глубины начинаем разбирать аппарат и показываю как он устроен вот эта штанга просто прикручен для жесткости основного столба без комментариев для жесткости для того чтобы болгарка была постоянно включена я использовал струбцинку разблокируем на коромысло ну можно без рабочего стола без позиционную использовать просто в качестве маятниковой пилы так болгарка на коромысле крепится с помощью хомута который я согнул из стальной пластины толщиной полтора миллиметра и с помощью основного крепежного винта пластины я использую шпильку с воротком регулировка болгарки в положении перпендикулярной рабочей поверхности остляется самым простым способом с помощью клинышка и затягивание отпускания соответствующих винтов разбираем откручиваем основной винт откручиваем хомут с одной стороны хомут у меня закреплен простым шурупом с другой стороны я использую болтик с гаечкой на для затяжки хомута положение натяжения центральная ось это шпилька которая фиксируется барашком шайбой для того чтобы центральная ось не разбалталась и не увеличился люфт в отверстие вставлен кусочек стальной трубки соответствующий диаметра прокрепление противовеса кирпичей здесь по моему даже комментировать нечего демонтируем рабочий стол а его устройство расскажем позднее конструкция основания очень просто сделаны из сотового бруса запилы под 45 градусов соединение на шпильке вот это дополнительная палка служит для увеличения площади поверхности и устойчивости конструкции прикручены на шурупа основания прикручены на шурупы сделаны из 25 доски при изготовлении основания следим за тем чтобы вертикальный стол располагался от 90 градусов к плоскости рабочего стола самая интересная часть двухпозиционный рабочий стол как вы уже догадались он состоит одинаковых столов соединенных между собой перпендикулярно верхний стол обеспечивает движение в одном направлении нижней точно такой же конструкции обеспечивать движение другом направлении направляющие за лето работы здорово забились грязью их необходимо будет промыть и смазать для того чтобы нижний стол фиксировался необходимом положении я использую такой упор купленный на алиэкспресс рабочие столы сделаны из направляющих для компьютерных стоек такие стойки можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры стойки закреплены к фанере с двух сторон главные условия здесь параллельность все достаточно просто параллельный упор легко снимается перемещается за счет того что поверхность рабочих столов выполнены из фанеры для удобства в работе я нанес параллельную разметку в виде сеток она облегчает быструю установку параллельного упора на глаз при работе с кирпичом такой точности вполне достаточно а хочу еще поделиться небольшой идеи по устройству дровника дровник у меня получился глубокий для того чтобы дрова было удобно доставать и складывать и оборудовалась выдвижным ящиком выдвижной ящик сделан на таких же направляющих только с более длинным ходом ящик сделан в виде сетки для того чтобы дрова проветриваясь и просушивались в процессе хранения сделали приспособу для резки кирпича стол на мебельных но вообще-то не мебели профессиональный вот стоек с компьютерной саппаратурой стол двухкоординатный двигаем влево вправо вперед подачи назад болгарка закреплена как маятниевая пила регулировка по высоте соответственно осуществляется с помощью шурупов ну для массовой резки это нормально соответственно значит параллельный упор обеспечивает параллельную резку кирпича а вот это хитрое приспособление для футировки внутренней поверхности трубы или кожуха по радиусу за счет того что кирпичи разной ширины мы кладем на полукруглую дугу угол обеспечивается резки автоматически за счет того что приспособление выступали на перпендикулярно линию реза работает следующим образом нижний левый край равняем по линии отреза параллельный упор заранее установлен заготовочку фиксируем зажимом вот такую конструкцию по такому диаметру соответственно вот они линии реза обеспечивают практически идеальную для наших целей футировку можно футировать на сухую а 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